Семь, три! Под четкий ритм и под пристальным взглядом главного хореографа Лашу Марух боюные танцоры ансамбля «Амцапс» репетируют горский танец. За ними в номер вступают солистки. Не менее строго балетмейстер следит и за их партией. Одно неверное движение, и все начинается заново. Чтобы добиться успеха и побед в танцевальных конкурсах, необходимы дисциплина, трудолюбие, талант и, конечно, любовь к танцу. С этими задачами солисты ансамбля «Амцапс» справляются. Не раз коллектив из Москвы занимал первые места в международных конкурсах. Что не менее важно, всех этих успехов «Амцапс» добился за недолгий срок. Коллектив сформирован в 2012 году. Поначалу это была детская хореографическая студия, которая лишь спустя несколько лет переросла в ансамбль. И по сей день частичная помощь, конкретно это Беслана Родиновича Аграба. Частичная помощь. И плюс все, что сегодня приносит ансамбль. И благодаря этому мы пока существуем, пока добиваемся каких-то целей. На сегодняшний день цель какая? Цель, чтобы сохранить сегодня свою культуру, свои обычаи, свои традиции. Находясь на чужбине, конечно, это нужно делать. Это, как сказать, это ценно. Потому что пропадет культура, пропадет язык, нет народа. И мы сегодня, насколько возможно, стараемся это в основе фундамента заложить в ансамбле. И насколько возможно, мы стараемся, чтобы это у нас получилось. А насколько это получается, это уже, конечно, судить зрителю, людям. Ну, стараемся. Ежегодно танцевальный репертуар расширяется, отмечает Лаша Марухба. Например, на последнем отчетном концерте коллектива в Москве юные танцоры впервые представили осетинский танец и танец дружбы. И состав Амцебза многонациональный. Кстати, и сборы в Абхазии для кого-то приезд на родину, для других – первое знакомство с нашей страной. Между тем, времени на отдых немного. Репетиции проходят два раза в день. В Москве таких возможностей нет, потому что люди учатся, разные секции занимаются. И у нас получается только в неделю два раза. А здесь каждый день, то есть технический уровень растет. Эти сборы нужны. Я надеюсь, что они будут изугодными. У нас каждым годом будем приезжать сюда, в Абхазию. Абхазские каникулы юным танцорам из Москвы по душе. На родине и танцуются лучше, отметил солист ансамбля Амир Смыр. 14-летний юноша в Амцебзе два года. И выбрал он танцы осознанно. Во-первых, это более культурно. Во-вторых, это развивает характер. Можно раскрыть характер народа с помощью танца. С помощью танца можно показать какую-то эмоцию, очень эмоциональный спорт. Мой любимый танец – это Абхазский перепляс. И мне прям в сердце радует свою танцевать. Любимым танцем назвала абхазский солистка Нала Марохи. Она всего год в ансамбле, но уже одна из самых талантливых солисток. А занятие танцами стало нечто больше, чем просто хобби. У нас очень хороший хореограф, и у меня все в ансамбле друзья мои. Я их очень уважаю, всех их люблю. Как отмечает Лаша Марухба, выступление его коллектива на родной абхазской сцене – все еще мечта, которая, возможно, реализуется. А пока коллектив активно репетирует. 23 июня Амцебз возвращается в Москву. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абазатова.